Хороший урожай – настоящая радость, но подчас приходится поломать голову, как его сохранить. И к тыкве это относится, пожалуй, в первую очередь. Ну, потому что тыквы мы снимаем уже когда им и без феи крёстной, каретами работать можно. Размер, объём, размах, толстая кожура с восковым налётом – всё при них куда-нибудь закатил под стол и храни. А если есть, здравствуйте, дорогие друзья, в смысле, если есть повреждения или недостаточно вызрели, есть о чём поговорить. Наших солнечных любимцев-гигантов не так-то просто употребить целиком и полностью, как только разрежешь. И арсенал блюд, гармоничных в нашем понимании с добавлением тыквы, по-прежнему скромен. Кажется, мы говорим об этом каждую осень, но, кажется, ничего не меняется с тыквой. Мы готовим только пшённую кашу и оладушки. Ну, а с точки зрения консервации опять набирает обороты варенье. Тоже ход к рачительному использованию продукта. В плане рекомендации, что делать с осенними урожайными дарами, как сохранить, если вырастили, а с овощными ямами и погребами в вашем личном королевстве так же скромно, как с тыквенными рецептами, можно вспомнить одну мою знакомую. Она всё замораживает. Помидоры, свёкла, морковка, зелень, корнеплоды, конечно же, на тёрке. Всё укладывается плоско-плоско в пакеты для экономии места и в морозилку. А какие свежие буквально только что с грядки борщи зимой получаются. Возможно ли и с тыквой поступить так же? Почему бы нет? Только потом из неё мы опять будем готовить кашу. Кашу круг замкнётся. И как бы сама собой возникает идея тыквенных гарниров. К примеру, тыква с зеленью и сыром, так чуть-чуть по-швейцарски. Или тыква с луком, с томатами и с базиликом, так чуть-чуть по-средиземноморски. Или вот такая маринованная тыква. Правда, это не совсем гарнир, но если маринад сделать острым, будет отличной закуской. А если сладким, десертом. Попробуйте. Маринованная тыква – гесертный вариант. Тыкву нарезать на кусочки, сварить сахарный сироп, довести до кипения, всыпать специи, снять с огня, соединить сироп с тыквой и дать настояться 4-6 часов. Затем прокипятить минут 7, влить уксус еще 2 минутки и разложить по банкам. Приятного аппетита и всегда грамотного подхода к этой солнечной, осенней радости и любоваться, и питаться. Кстати, именно из этой тыквы, а это сорт «Веснушка», получается прекрасный тыквенный сок, особенно если добавить чуть-чуть сахара и чуть-чуть лимонной кислоты. Удачи, хороших выходных. С вами была Жанна Славьева. Пока. Субтитры подогнал «Симон»